Мы с Владимиром вновь находимся на стене компании Кокамин. Здесь небольшой островок, который принадлежит исключительно Баварии. Да, мы как будто в Германии сейчас временно. Но, конечно же, без пива и без сосисок, с квашеной капустой. Поэтому мы не такие веселые, могли быть еще веселее. Это изделие, хоть и хорошо нам знакомое, линейка Бавария очень-очень обширная, но она добавляется, мне кажется, каждый год прирастает несколькими изделиями. И они получаются и похожими на то, что уже выходило из-под пера дизайнера компании Кокамин, но в то же время со своими какими-то особенностями. Давайте посмотрим на эти изделия и Владимир нам расскажет, чем же они отличаются от того, что было ранее. Так, тут у нас представлены три модели. Вместе они объединены в линейку так называемая панорама. Чем это обусловлено? Перед нами модель панорама при стенах. Ну, в Баварии панорама при стенах. Первое и самое принципиальное отличие, то, что мы видим, это боковые стекла. То есть, панорамный обзор, собственно, что мы хотели почекнуть словом панорама. То, что с трех сторон у нас обзор огня. Это первое. Второе. Мы принципиально изменили конструктив двери. Теперь, как вы видите, дверь, она находится, скажем так... Заподлицо. Заподлицо, бровень, да. Да, да, да. То есть, дизайн мы немножко поменяли именно для этой серии. В чем еще отличие? Ну, конечно, традиционно теперь мы ставим вермикулит. То есть, опять же, для того, чтобы... Экранировать все тепло. Экранировать все тепло в помещении, конечно. Мы, прежде всего, хотим, чтобы наши клиенты не замерзли. Поэтому вермикулит. Из традиционного, что мы здесь предлагаем? Это регулировка подачи воздуха на горение. Вторичный дожиг. Нерегулируемый, но мы, наверное, все с вами знаем, почему. И регулировка подачи воздуха на очистку стекла. Вот, собственно говоря, наш воздушный канал, по которому воздух передается. Мощность этой печи 6 киловатт. То есть, для, скажем так, небольшого помещения 20-30 квадратных метров вполне себе подходит. Смотрите, как интересно уложен шнур. Да, мы два шнура используем. Да-да-да. Вот прям по всему периметру, как по шаблону его укладывали. И стекло поджимается тоже под этими проставочками, под этими лепестками. Находится еще, под этими поджимными пластинами находится еще кусочек шнура, чтобы не, так скажем, не повредить стекло. Стекло вообще никогда с ним ничего не будет, если его сознательно уже не разбивать. Конечно. Ну, еще добавим, что из приятных моментов диаметр по трубку 120. То есть, нам не придется слишком много тратиться. Дорогой дымоход, да. Совершенно верно. Недорогой дымоход будет. И относительно небольшой вес. То есть, опять же, мы говорим о том, что наша печь-камины не требует фундамента. А это огромный плюс. Если у человека нет возможности делать этот фундамент, он может купить печь-камин, который ему подойдет. Во всех Бавариях, которые представлены здесь, чугунные патрубки для выхода дымохода, да? Да. Везде чугун. Единственное, что где-то есть шибер-задвижка, а где-то ее нет. Но, тем не менее, так. Это панорама, которую мы с вами обозревали уже в нашем ролике. Панорама призму с плитой, да. Это новинка конца прошлого года. Она себя уже очень-очень хорошо зарекомендовала. Не будем скрывать то, что убрали перемычки. Очень освежило дизайн. И сразу появились именно приверженцы этой модели. То есть, модель действительно очень хорошо продается. И плюс мы оставили тот функционал, который был. То есть, чугунная плита, две конфорки, встроенный шибер, вторичный дожиг, система очистки стекла. Все, что было, мы оставили и, соответственно, немного добавили эстетики. Ну, подробный обзор на этот камин вы можете найти у нас на канале Форнахсфилм. Здесь мы дадим... Здесь, не знаю... Здесь, наверху, мы дадим ссылку на этот ролик, если вам интересно. Обязательно зайдите, посмотрите. И также вы можете вживую его увидеть в одном из наших магазинов в городе Новосибирске. Ну, а мы с Владимиром переходим дальше. Еще одна панорама нас ждет. Угловая. Угловая. Пойдемте глянем. Угловые камины, конечно, не такие популярные, как пристенные их собратья. Но, тем не менее, они идеально решают вопрос экономии пространства при установке в небольшие помещения. Я правильно понимаю? Именно так. А здесь мы еще добавили вот этих боковых штеков, которые улучшают обзор. И даже относительно небольшая печь-камин, хотя я бы такой ее не назвал, здесь помещается поливней шириной 50 см. Вот этот край до края абсолютно спокойно. Ну, вот здесь, конечно, я уже могу сказать, что это не самый большой камин. Но, тем не менее, вот эти стеклянные вставки по бокам, они визуально его увеличивают. И здесь также есть именно для каждого стекла система очистки. То есть мы именно работали над этим. Раз мы предоставляем камин, у которого есть панорамный обзор огня, соответственно, мы проработали систему очистки стекла. Ага, я здесь вижу, что то же самое решение, когда дверца идет вровень с корпусом. Да, да. Мы считаем, что это, скажем так, новшество поможет немного сделать нашей Баварии еще более современной. В отличие от всех остальных производителей, которые вешают просто дверь на петли, и она выпирает помещение. Здесь именно дверь ставится за подлецом, и смотрится это, на наш взгляд, более эстетично. Действительно, решение оригинальное и очень-очень интересное. Так, а здесь давайте посмотрим, как и решен обдув стекла. Я вижу, да, то есть сверху есть щель. Все правильно? Абсолютно точно. Есть щель, откуда подается воздух. И, соответственно, конечно, по традиции... И фронтальное стекло классически обдувается, если можно так сказать. Здесь эта модель с выдвижным ящиком зольника. И это у нас регулировка подачи воздуха на горение, и вверху регулировка чистого стекла. В аварии 12 модель первый раз появилась на прошлогодней выставке салона Каминов. Получается, с того момента прошел уже год. И эта модель набрала свою популярность. И есть покупатели, которые принципиально выбирают ее. Я думаю, тут есть объективные причины. Первая. Ну, на мой взгляд, цена. Потому что очень доступная цена на эту модель. В сочетании с традиционным качеством и нашими так называемыми изменениями, которые мы вносим в печи последние несколько лет, просто сыграла свою роль. Традиционно это футеровка герникулитом. Далее, вторичный дождь. Пробор воздуха извне из специальной патрубы. Система очистки стекла. И, еще раз повторюсь, очень привлекательная цена. Сделали эту печь довольно популярной, наверное, за последние полгода. Ну, действительно, выглядит она необычно. Потому что не просто у нее прямоугольный корпус, а расширяющийся к нижней части основание. Вот это вот, я даже не знаю, ниша, не ниша, а просто... Да, ниша. Ниша под камином, она придает легкости вот этой угловатой конструкции. И, в целом, камин выглядит очень-очень изящно. Что ж, друзья, в принципе, мы посмотрели, наверное, все новинки каминов в стенде компании Кокамин. Печей Камин. Печей Камин всех. Так, что мы еще не видели? Мы еще не видели топку Дельта с комбинированной универсальной системой горения. Но это уже отдельный ролик. Также нас еще ждет еще один отдельный ролик по просто невероятной новинке от компании Кокамин. Банной чугунной печи. Заходите на наш канал, подписывайтесь. Совсем скоро мы разместим этот ролик о банной печи и отдельный ролик по топке с уникальным решением водового и голосникового горения. Следите за новостями в соцсетях. Подписывайтесь на канал Форнакс Фил. Увидимся.